Тюмени Тюмени Я задумывалась о том, что в любом случае буду бороться до последнего, потому что мало ли что вдруг получится. Всегда верим в лучшее. Когда уходила на последний круг, мне тренеры кричали, что можно попробовать побороться за третье место. В итоге Резцова отыграла за 6 километров 4,5 минуты и стала третьей. На необходимость иметь лидера в команде четко указал и результат юниорской эстафеты, где победили как раз югорчанки. Владислава Гаврилова и Татьяна Воронова отправили на заключительный этап Ксению Довгую лишь четвертой с отставанием 47,5 секунды от лидеров. Но финишер северянок была великолепна. Довгая не просто всех достала, но и победила с запасом. Не остались на домашней трассе без медали и тюменки Анастасия Галкина, Александра Батсона и Дарья Харитонова. Их трио стало бронзовым, пропустив вперед еще и новосибирских спортсменок. В Словенской Поклюке завершился первый этап Кубка мира по биатлону. Он принес сборной России две медали. Обе выиграл Александр Логинов, взявший на себя роль лидера команды в отсутствии Антона Шипулина. Первая награда сезона была добыта в спринте. Бронза у Логинова получилась серебряным отливом. Тюменец не только стрелял четко, но и бежал быстро, не считая последних 500 метров, где досадным образом отдал второе место французу Антонину Гигонна. Солидный запас почти на самом финише превратился в 0,3 секунды отставания. Эти 500 метров были фантастические, потому что я успел за них потерять реально 6 секунд. И как это сделать, я до сих пор не разобрался, будем анализировать. Венчал программу Словенского Кубка мира по Сьют, где у тюменца были все шансы на победу. Всего один промах, чистая заключительная стойка. И вот он вылетает на последний круг одновременно с норвежцем Йоханнесом Бео. Тактически правильно пропускает его вперед, а затем несется в атаку на решающем подъеме и уже почти обгоняет, как вдруг следует досадное падение. В принципе, потерял концентрацию и воткнул себе палкой в ботинок и упал. Поэтому такая очень неприятная для меня ситуация, но тем не менее. Я хочу еще извиниться на предпоследнем подъеме. Я случайно также задел палки Йоханнеса, но это было не специально, это просто из-за перестроений, которые там были на предпоследнем подъеме. А так, ну это чисто моя ошибка только. Догнать сделавшего золотой дубль Бео и Гигонна Александр просто не успел, но доказал себе, что бороться может со всеми на равных. И уж если Логинов сумел взять медали на этапе, где ему дважды крепко не повезло, то что же будет, когда тюменец подружится с Фортуной? Хотелось бы узнать это уже на втором этапе Кубка Мира, который пройдет с 13 по 16 декабря в Австрии. В норвежском Бейтостолине завершился третий этап Кубка Мира по лыжным гонкам. Венчались соревнования эстафеты, ставшие серебряными для мужской и женской сборных России. У представителей сильного пола бежало трио тюменцев – Евгений Белов, Александр Большунов и Денис Пицов. А также взявший здесь бронзу в разделке на 30 километров Андрей Мельниченко из Красноярска. Первый этап Белов прошел достойно, став третьим. Впереди с неплохим заделом были две норвежские команды, но на беду хозяев вторым у россиян бежал Большунов. Тюменец догнал и обогнал местных спортсменов. Он отыграл у них больше 20 секунд и еще 9 накинул сверху. Дальше бежали мастера свободного хода. На третий этап за сборную России поставили Спицова. Против него был победивший в разделке Шур Рёте, но тюменца это впечатлило не особо. Он не дал обойти себя ни на одном участке домашней для оппонента трассы. Более того, на пару с норвежцем Денис отстегнул от борьбы за золото всех остальных соперников. Судьбу первого места решали Мельниченко и хозяин соревнований Финн Хаген Крок. Местный лыжник до последнего отсиживался за россиянином, готовя атаку. И в концовке она все же удалась. Крок оказался быстрее Мельниченко на 0,7 секунды. В женской эстафете случилось интересное. Первая сборная России, куда собрали лидеров во главе с Юлией Белоруковой из Коми, заняла четвертое место. А вот номинально второй состав взял серебро. На пьедестал почета поднялись Лидия Дуркина из Санкт-Петербурга, Тюменко Анна Жеребятева, Мария Истомина из Пермского края и представляющая Новосибирскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ Елена Соболева. Их обошли на 37,3 секунды только норвежские лыжницы. Чемпионками стали Хэйди Вэнг, Тереза Йохаук, Раген Хильдхага, а также Ингвильд Осберг. При этом Соболева на финише полсекунды выиграла у Эвелины Пипо из сборной Финляндии. МФК Тюмень в первой встрече очередного тура чемпионата российской суперлиги разнес в гостях Ухту 6-1. В дебюте повторного поединка создалось впечатление, что сибирькам будет сложнее, чем накануне. Уже на третьей минуте Александр Кузьминых огорчил Меодрага Ксентьевича. С начала игры мы пришли нервно, потому что знали, что команда Ухта не такая, которая после вчерашнего поражения сегодня просто может видеть на паркете сдаваться или играть. Но знали, что это зло, что у молодых пацанов есть, что они хотят оказать свое. Однако радость хозяев была недолгой. В первой игре Артем Антошкин безмолвствовал, как оказалось, берег голы для воскресенья. Два его точных удара плюс гол в исполнении Милованова доказали, что ни о какой расслабленности в команде Игоря Бутилова речи не шло. И пусть все тот же Кузьминых в середине тайма вновь заставил Диктора произнести свою фамилию, для ухтинцев этот гол стал последним в матче. А до конца тайма они пропустили дважды, в составе Тюмени забили Крыкун и Милованов. Вторая половина матча по сути превратилась в формальность. Гости надежно играли у своих ворот, но и не забывая об атаках. Для начала хит-трик оформил Антошкин. Понравилось забивать в ухте и Крыкуну, во второй встрече подряд он сделал дубль, а подвел черту под воскресным противостоянием Чухрий. Восемь-два. Что же касается ближайших матчей Тюмени, то 14 и 15 декабря подопечные Путилова дома примут Динамо из Самары. Редактор субтитров А.Семкин